Кусь за Слайм Рэнчер 2, на связи Чандру Альмина. Здравствуйте. Сразу у нас влетел эликсир. Спасибо. Спасибо за элик. И, ребят, это у нас голосование. Долгожданное голосование за порхающего слайма. Напомню, что в предыдущем голосовании за самого красивого кристального у нас победил порхающий кристальный ларга. Именно поэтому у нас сейчас голосование за порхающих слаймов. Мы же не голосовали еще за порхающих слаймов? Нет. По-моему, нет. Так вот, бабочки, ребят. Я ждала, но мы еще не голосовали. Ситуация следующая. Еще раз напоминаю правила. Ну, каждый раз нужно их напоминать. Как у нас голосование происходит. Для того, чтобы проголосовать за какого-то слайма, нужно написать именно название той самой комбинации, с которой будет соединен порхающий. То есть, если вы напишите порхающий, то вы отдадите свой голос непосредственно за самого порхающего слайма. За чистого порхающего, не ларга. Если вы напишите порхающий розовый, то тогда голос не будет учтен. Если вы напишите розовый, значит голос будет отдан за розового. Потому что мы считаем голоса только вот комбинацией самой. Вот название с кем комбинируется. Вот так. То есть, если просто порхающий, это, соответственно, порхающий. Если просто розовый, это, что логично, порхающий розовый. Ну, а начнем мы сегодня с обычного порхающего, как ни странно. В общем, кому вдруг не понравятся все комбинации, или понравятся меньше, чем обычный порхающий слайм, потому что порхающий слайм сам по себе очень красивый, голосуйте за порхающего слайма. Обязательно нужно в вашем комментарии указать порхающий слайм. И опять-таки, обязательно нужно писать только одного слайма. Перечислять там порхающий кольцехвостый, бум, а еще мне нравится не топырек и медовый, не надо. Если вы хотите написать, что вам кто-то еще нравится, напишите это на каких-то жаргонизмах, да, например, бум как бабах напишите, если вам бум там еще нравится и так далее. И тому подобное. И порхающий, там, как бабочку можно, да, написать дополнительно. Это не возбраняется, это пожалуйста. Мы только рады комментариям. Но именно в голосовании нужно указать порхающий. Даже одного сообщения, вот это порхающий, достаточно, чтобы проголосовать. В общем, если проголосуете за порхающего, он покушает. Напомню, что мы не кормим никого, пока вы за них не дадите голосование. Значит, если за кого-то вы не проголосуете, он просто не поест. Будет голодный, холодный. Будет голодный, холодный. Грустный, печальный. И отомстит вам когда-нибудь. Да. Далее. Первая комбинация наша на сегодня. Порхающий, кольцехвостый статуй. Поместим его пока что сюда. Порхающий, кольцехвостый, ларга. Для того, чтобы за него проголосовать, ребятушки, необходимо написать в сообщении, кольцехвостый. Именно вот таким образом мы будем вводить. Именно вот таким образом мы будем собирать голоса. Именно кольцехвостый, если вам понравилась данная комбинация слайма. Очаровательный бабочка-енот. Далее. Следующий у нас. Хлопковый. Вот такой вот кролик уже. Можно тогда... Ладно, неважно, оставим здесь место. Хлопковый порхающий, который пытается то ли упрыгать, то ли упорхать. Или то и другое. Пока непонятно. Или то и другое, пока непонятно. Да сиди же ты, шабака такая. Кроличака. Все, сидит? Сидите. Вот такой вот хлопковый порхающий слайм. Ребят, для того, чтобы за него проголосовать, необходимо указать хлопковый. Еще раз напомню. Не хлопковий. Если вы с Украины. Поставьте просто другую клавиатуру. На русский язык. И напишите хлопковый. Чтобы можно было как раз проанализировать ваши результаты. Хлопковий не учитывается. Следующий. Скалистый. У которого тоже бабочки. Бабочки. Тоже бабочки. Тоже бабочки, между прочим, изменились. Какие красивые. Синий фиолетовый уходят. Для того, чтобы проголосовать за скалистого, необходимо в комментариях написать скалистый. Выбирать можно, напомню, только одного слайма. Кто для вас топ-1 среди всех, кто есть. Следующий. Ох. И тоже изменились. И крылья красные. Тоже изменились. Реально. Так классно, когда вот меняются. Да? Это здорово. Порхающий бум. Ларга. Не бабах, Ларга. Я понимаю, что в первой части они называются бабах, ребят. В данной части они пока что, во всяком случае, называются бум. Поэтому, если вы хотите проголосовать за порхающего бум Ларга, в комментарии нужно указать бум. Ну, прям классно, когда меняется. Да. Следующий. Мяуровый. Между прочим, тоже с измененными. Крылушки. Да. Тоже серо-фиолетовые. Серо-фиолетовые. Интересно, котенок. По ушкам себе бьет постоянно. Может быть, чешется таким образом. Может быть. Все, он уже голодает. Видите, он уже проголодался. Поэтому, если вы за него не проголосуете, если никто за него не проголосует, то он будет так голодать, как и все остальные. Поэтому выбирайте, кто для вас топ-1, ребят. Выбирайте. Это важно. Если вы хотите проголосовать, в частности, за порхающего мяурового, пишите мяуровый в комментариях. Следующий. Еще один наш голодающий. Порхающий медовый. Ну, этого мы видели уже много раз. Потому что... Я не понимаю, изменились у него цвет крылышек или нет? Плюс-минус так. Или даже... Ну, розовый ушел. Да, да, да. Чисто желтый. Более оранжевый такие остались они. И, тем не менее, если вы хотите проголосовать за порхающего медового, пишите в комментарии. Медовый. Напомню, что, ребят, учитываются исключительно и только ваши голоса. То есть, наше мнение здесь вообще никак. Если вы хотите узнать наше мнение, вы напишите в комментариях, хотите ли вы его узнать. Но сейчас в голосовании только вы определяете. За следующие партии портов побежали. Ну что ж, следующий у нас кандидат на топы. Это у нас розовый. С розовыми крылышками, ребят. Порхающий розовый Ларга. Который так же, как и все остальные, ждет ваших голосов. Для кого же он станет топ-1? Для того, чтобы он покушал. Чтобы он получил голоса. Необходимо написать в комментарии розовый. Не розовий, а розовый. Далее. Самый опасный, пожалуй, у нас тут товарищ. Ой, какие крылышки. Фиолетовый, кстати. Вот если меняется, то почему-то именно на фиолет. Из какого-то темненького фиолетового. Ну да, из темного фиолетового. Но почему именно фиолетовый? Хороший вопрос. Угу. Ну что ж, это у нас порхающий охотник. Не хищный слайм, ребят. Не хищник. А охотник. Хотите проголосовать за него? Пишите именно охотник. Далее. Этого товарища мы посмотрим чуть-чуть попозже. Угу. А сейчас? Удильщик. Ой. Вау. Желтый синенький. Вау. Казалось бы, причем тут Украина. Да, внезапно. Внезапно. О боже. Мы знаем, за кого будут больше всего порхающий. Неправильных голосов. Удильщик, да. Где Айхи будет на третьем месте. Мы уже знаем, ребят. Мы уже знаем. Однозначно. Кстати, у него нету этих антенок. Антенок нету. Вместо этого вот одна антенка получается. От удильщика, да. Лампочка. Если вы хотите проголосовать за удильщика, даже если вы да, то вы устанавливаете клавиатуру и пишите удильщик, чтобы вот так вот было написано, ребят. Это важно, потому что именно так мы производим подсчет голосов. Следующий. Нетопрек бабочка. Из фиолетового в розовенький какой-то. Какой-то такой. Розово-красный. В мадженту некую. Ну, любопытно. Тоже любопытно. Причем за ушами этими нетопыльскими, да. Еще плюс усики здесь добавлены. Ну, интересный. Интересный. Много деталей. Если вы хотите проголосовать вот за этого слайма, то необходимо написать нетопырек. Ну, и это запасной у нас все-таки был. Товарищ запасной. Лети, расскажи о голосовании. Все, ребят, он несет весть. По всему слайм миру. О том, что у нас голосование еще вот за этого, товарища. Которого мы успеем донести. Успеем или не успеем. Пишите в комментариях и... Донесли. Мы донесли. Мы успели. Вот этот вот у нас товарищ. Порхающий фосфорный ларга. Исфиолетового в желтенький. Да, который также ждет от вас голосов, он не может просто находиться на свежем воздухе, вы понимаете, он только ночью выходит, вампир, вампир, слайм вампир, если вы хотите проголосовать за него, то нужно написать в комментариях фосфорный, но вот как-то вот так, давайте пробежимся опять-таки по всем нашим прекрасным представителям порхающих слаймов, чтобы вспомнить их и уже окончательное решение, чтобы вы приняли. Собственно, у нас есть порхающий фосфорный ларга, порхающий кольцехвостый ларга, просто порхающий слайм, если кому-то больше по душе обыкновенный вариант этого слайма, а не какой-нибудь ларга. Порхающий розовый ларга, порхающий хлопковый, порхающий скалистый, порхающий бум, Мяуровый, Медовый, Охотник, Кристальный, Удильщик, Не топырек, И все, и все, да, всех мы огласили, ребят, поэтому выбирайте, кто для вас лично топ-1, выбирайте именно на полном серьезе, кто вам больше понравился, ребят, не ориентируясь ни на кого, потому что здесь только вы выбираете, кто для вас самый красивый слайм, Кто заслуживает быть покормленным больше остальных, вот так вот, ну и конечно же, ребят, кто заслуживает больше остальных благодарности за то, что выходят ролики, конечно, наши дорогие замечательные бустеры, потому что не то, что больше благодарности, а всю благодарность заслуживают именно они, кто-то может сказать, ну неужели тебе наплевать на тысячу просмотров, которые есть, ребят, с ютуба уже больше полугода идет ровно ноль, И все видосики, которые вы до этого смотрели, они выходили за мои личные деньги, я платил за видосики, и я продолжаю за них платить, то есть вы смотрите, а деньги-то трачу я, понимаете, но сейчас, благо, помогают мне в этом еще и бустеры, за что им огромная, конечно, благодарочка, И к их числу можно, конечно, присоединиться, в частности, чтобы слаймы выходили чаще, вступить в семью, а семья это главное, можно по ссылке в описании, под любым видео, мы во все видосы на канале вставили ссылку на бусти, переходим и подписываемся.